Я его не сразу узнала, но вспомнила, какое оно должно быть. И тогда поняла, что я счастлива. Я помню, мне счастлив след моей сестре четыре. Мы долго бегали в тот зал после обед, догоняли друг друга, визжали и падали. Но вот мы устали и протехли, стоим рядом, смотрим на кнопки и мучили. Если бы мы были большие, мы бы были в полицейской злоде. Об обиде и о счастье, которое бы не было. Но мы дети, и мы ничего не знаем, мы только молчим. И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление, такое яркое, такое красивое. Лена, я сегодня видела конку. Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, которое произвела на меня конку. Лошади были белые, бежали скоро-скоро. Сам вагон был красный или желтый, красивый. Народ в нем сидел много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться. А сзади на подношке стоял кондуктор, весь в золоте, и трубил золотую трубу. Ра-ра-ра-ра! Само солнце вылетало из трубы с лотосунками и брызгали. Как расскажешь это все? Можно только сказать. Лена, я видела конку. Да именно ты очень побольше. По моему голосу, по моему лицу, она поняла всю ту беспредельную красоту этого видения. И неужели каждый может скачать в эту колесницу радости и пронестись под звуки солнечной трубы? Ра-ра-ра! Когда мы будем большими и богатыми, мы будем ездить только на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми. Я зашла перед конок правильной плоти. Тело, по которому я шла, не выкатывала. Жара и станина умерла. Кругом глухо ни одного из гощиков. Но вот, прибежав всем своим существом, подкатила одноклячная конка. Лошадь белая, тощая, гремела костями и щеколы, болтающимися пострелками, а свою сухую кожу. Зловещей моталась длинная белая морда. Измывайтесь, измывайтесь, а вот как сдохну на повороте, все равно все на улицу вылезете. Безнадежно умный кондуктор подождал пока он в лесу. И безнадежно протрубил свой медный рожок. Ра-ра-ра-ра. И больно было в голове от этого резкого медного крика и от валяющего солнца, удалявшего возле витку трубы. Внутри вагона было душно, пахло раскаленным утюгом. Какая-то темная вещь из мурашки с какапель долго смотрела на меня мудрыми глазами. И вдруг подсела и сказала, дыша мне в лицо сломенным огурцом, разрешите мне аванс сопутствовать. Я встала и вышла на площадку. Корпка остановилась, подождала встречного вагона и вновь прибежала. А на тротуаре стояла маленькая девочка и смотрела на вслед своими круглыми, голубыми глазами, удивленно и восторженно. И тут я вспомнила. Мы будем ездить только на конке, мы будем, будем, будем счастливыми. Ведь я, значит, счастлива. И еду на конке, могу познакомиться со всеми пассажирами. И кондуктор трубит, и горит солнце на ворожке. Я счастлива. Я счастлива.